Приветствую вас на канале Робинзон ТВ в цикле программы «В гостях». В гостях у нас сегодня Инна Прохоренко, начальник отдела организации предоставления услуг работодателям Харьковского областного центра занятости. Здравствуйте, Инна Прохоренко. Мы сегодня поговорим о том, на дворе лета, потребность во временной работе выше, чем в другие сезоны. Сюда подключаются и студенты, у которых каникулы летние и которые уже избавлены от необходимости учиться. И поговорим о том, как может центр занятости помочь желающим найти временную, сезонную работу, как угодно. Могут ли подростки, студенты рассчитывать на то, что центр занятости в какой-то степени может им помочь? Однозначно могут. Дело в том, что мы и приветствуем как раз обращение студентов именно к нам, потому что всю занятость, которую предлагает центр занятости, является легальной. То есть здесь уже можно не сомневаться в том, что обманут, в том, что заставят работать, а потом не заплатят, потому что все работы, которые предоставляет центр занятости, они заявляются работодателем в службу официально. У нас есть такой портал ТУП, так называемый, на котором размещаются все вакансии и постоянной, и временной занятости. И эти вакансии все официальные, они подтверждены все бумажными носителями, и поэтому за эти вакансии мы несем ответственность. Вы совершенно верно сказали, что да, сейчас мета, сейчас как раз именно сезонное повышение потребности на временную рабочую силу. И как раз именно по этому направлению служба занятости и может оказаться действие. Появились пионерские лагеря, туда требуются вожатые на временную работу. Продавцы мороженого, продавцы в магазины РОС, ДАФИ, контролеры, парки, отдыха. Это все временная занятость, которая легально заявлена работодателем нам в службу, и которую мы предлагаем и студентам, и участникам, и ученикам. Есть и подсобные работы на стройке, допустим, вот в строй 1, туда только совершеннолетние принимаются. Есть тоже предприятия, где требуется для погруза разгрузочных работ, туда тоже принимаются только совершеннолетние. Но там, конечно, заработная плата выше, чем та, которая предлагается именно для подработки. Есть вот прекрасная возможность для студентов, которые имеют знание английского языка. У нас в Полтавской области есть английский лагерь, да, и туда требуются вожатые, для которых обязательно как раз знание английского. Инна Анатольевна, вот с какого возраста человек может обратиться в службу занятости, чтобы служба помогла ему найти время? Официально с законом о занятости определено, что это может быть ученик, достигший 15-летнего возраста с разрешения родителей. У нас даже регистрация несовершеннолетних в службе занятости проходит по заявлению родителей или лиц, которые замещают родителей. Необходимо все-таки заявление от родителей. Необходимо разрешение родителей именно на участие в таких работах. С какого возраста заявление требуется, а требуется только желание? С 18 лет. У нас в стране установлен возраст совершеннолетия 18 лет. Рабочий день, организация рабочего дня отвечается ли у несовершеннолетнего? Однозначно. Кодекс закона о труде у нас распространяется на наших учеников, которые хотят работать. Они имеют все укороченный режим работы. Я обратила внимание на то, что есть работы временной занятости именно для совершеннолетних. Там, где предусмотрено поднятие тяжести или работа на стройке, там, где есть повышенная опасность. На такую работу несовершеннолетних мы, конечно, не допускаем и не рекомендуем им все-таки заниматься в летнее время. А вот реально, как обстоит картина? Обращаются ли к вам? Обращаются, конечно. Да. Ну вот по прошлому году порядка больше 400 человек у нас получили работу именно из них 62% это ученическая молодь. Это 9, 10, 11 классы. Как раз поэтому тут у нас вопросов нет. И они тот, кто ищет, кто действительно интересуется. У нас эта информация размещена сразу же, вот когда при обращении в службу занятости, есть так называемые профинформационные сектора. Сектора самостоятельного поиска работы. То есть для этого даже не нужно обращаться к инспектору. Вся информация там высветлена, находится на стендах или в тачскринах, так называемых, в компьютерах свободного доступа. Можно, наверное, сказать и о таком виде, как общественные работы. Да. Здесь же, да? Да. Что это такое, насколько этот вид работ популярен и охотно ли этим занимаются граждане? Ну, вот посмотрите, общественные работы, они уже в самом названии. Понятно, для чего они? Они создаются для общества. И решения у их проведения и у видов работ, которые проводятся, принимают именно органы местные власти. Само вреду вами. Само вреду вами. То есть они сами рассматривают эту возможность создания. И даже согласно закона они принимают решение о необходимости проведения этих общественных работ. Виды этих работ также определяют местные органы власти. Вот, например, в городе, в городской совет принял решение, помимо благоустройства, все-таки проводить работы по сопровождению людей с Вадом и Зором. Вот, именно сопровождение слепых. По двум организациям у нас заключены договоры. И как раз уже на сегодняшний момент это порядка 170 безработных у нас уже приняли в них участие. И 40 тысяч денег уже пошло на это затрачено. То есть город принял решение, что такая программа необходима именно в городе Харькове. Кстати сказать, мы были пионерами в этом виде работ. И мы начинали это буквально лет 5 назад. Сейчас уже наш опыт переняла Украина. И уже везде вот эти виды, они включены. Потому что насколько это важно, ну я думаю, это всем понятно. Все-таки сопровождение в больнице, какие-то организации, да даже в магазины. Это очень важно. А человек, который имеет у нас именно поражение зрения, ну все-таки... Ну особые потребности еще, да. То есть поэтому это очень важно. Ирина Анатольевна, а могут ли рассчитывать люди, которые занимаются общественными работами, на какую-то заработную плату? Ну, однозначно. Они даже в законе у нас определены как оплачиваемые общественные работы. То есть финансирование, вот в этом году у нас в связи с введением нового закона о занятости, вы знаете, у нас немного изменился подход. То есть он и раньше был в законе прописан о том, что общественные работы финансируются на паритетной основе с трех источников. Это были деньги нашего фонда, это были деньги местных бюджетов и деньги работодателей. На сегодняшний момент более четко прописана эта процентовка. То есть сейчас это финансирование общественных работ проводится четко на паритетной основе. 50 на 50. Сколько денег выделили местные бюджеты, столько денег мы можем использовать и фонда нашего. Поэтому сейчас в основном организация общественных работ все-таки зависит от возможностей местных бюджетов. Хотя, если имеются работодатели, которые хотят организовать временные работы, пожалуйста, за их деньги. И деньги местных бюджетов также могут расходоваться на общественные работы для молодежи, для студентов, для учеников, для пенсионеров, для инвалидов. То есть для любой категории населения, которое желает все-таки подработать в свободное время. Иными словами, тот же студент может заниматься тем же сопровождением человека, который имеет потребность необходимую. Смотрите, в чем здесь разница. То есть деньги фонда могут быть задействованы только при условии выделения денег из местных бюджетов. И оплачивать общественные работы за деньги фонда можно только для зарегистрированных безработных, для лиц, которые находятся на учете с целью поиска работы, и для работников, у которых сокращение рабочего времени на предприятии достигло 50%. Тут немножко есть оговоренность. Но студенты, ученики, пенсионеры, они могут принимать участие в этих общественных работах или за деньги работодателей, или за деньги местных бюджетов. То есть их участие не ограничивается. Единственное, что ограничивается, участие денег фонда в этом. Вот еще, наверное, немаловажный момент. Если мы говорим о временном трудоустройстве, временной занятости, это повышает, в будущем повышает возможность определить свою специальность для молодого человека. Вы знаете, однозначно. Во-первых, это мотивация к труду. В чем еще роль именно такая социально-общественных работ? Помимо того, что можно получить какой-то дополнительный источник заработка, это все-таки дает человеку возможность не выпасть из вот, как не оказаться где-то в изоляции. За бортом социальной жизни, конечно. То есть, понимаете, когда человек находится в коллективе, у него совершенно другая мотивация к труду. И он хочет в этот коллектив. И я хочу сказать, что все-таки вот у нас, допустим, 7,5 тысяч у нас сейчас уже приняли на сегодняшний момент участие в общественных работах. Из них почти 2 тысячи уже трудоустроились. То есть, это очень сильный фактор именно для дальнейшего трудоустройства. Спасибо, Ирина Анатольевна. Можно сделать вывод, что тот, кто хочет, тот найдет. Ага, значит. И обязательно заработает. Да. Вы смотрели программу в гостях у Робинзона. И в гостях у нас была Инна Прохоренко, начальника отдела организации предоставления услуг работодателям Кокислогосного центра занятости. И мы сегодня говорили о временном трудоустройстве. Сезонном или, как говорят, временном. Оставайтесь с нами на Робинзоне.